так всем доброе утро дорогие друзья всем доброе утро привет и продолжаем изучать мишли притчи царя соломона сейчас мы изучаем как меня слышно как видно напишите пожалуйста так и всем шалом точно также из святого города иерусалима из святой земли всем шалом якорь шатанин присоединился все как слышно как видно будет если надо я смогу писать если надо я смогу писать на доске у меня тут такой мини мини офис мини кабинет и мы продолжаем изучать мишли все мире меняется все в мире поэтому нужна какая-то надежная основа за что зацепиться за что и сама сейчас говорить о том что мир трясет и это вопрос выживания то мы можем посмотреть что те кто держится за тору они выживают они выживают 2000 лет 2000 лет в тяжелейших условиях изгнания и народ израиля и выжил и вернулся в израиль в то же самое место установил тот же самый город и скоро будет тот же самый храм то есть мы видим что тора это лучший лиц для желания вот для вечной жизни для духовного выживания и поэтому мы продолжаем изучать это пусть от его жизни за нее нет же а тот он будет счастливым как раз мишли это уже учили поэтому мы держимся за древо жизни и продолжаем если пич тогда пройдет и игорь добакаров шалом ильяновска шалом игорь добакаров тем период на две недели карантин да все сидеть дома не выходить мы перед шаптом краски лететь и вот чтобы как бы он прошел дома и будем сейчас сидеть у меня маленький кабинетик в подвале с которого я начинал я сижу в таком маленьком кабинете отсюда буду выстраивать новую тему потому что реально реально мир изменился по любому вот мы видим как мир менялся 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 и потом бах он дошел до момента когда оказалось уже что все технология превыше всего технология все стало понятно все все управляемо как маленький микроб корона вирус микроб с короной такой да он вдруг порушил весь мир вообще вся система мировая и мы опять оказались в ситуации как были тридцать лет назад три тысячи лет назад как было когда люди больше всего боялись эпидемии дэвер на верите эпидемия и люди боялись голод мы сейчас ну слава богу погували нет я надеюсь что когда бог спросил у царя давид что царь давид выбирает из назании или война или или 3 и царь давид сказал давай эпидемия то есть мы видим что эпидемии были всегда и сейчас попал просто в ту ситуацию в которой люди жили всегда когда ты волнуешься когда ты боишься когда есть враг который может коснуться любого вот здесь очень интересно не и зайти по от твоего вот все говорят что звук плохо я до звука да и по десятибалльной шкале напишите пожалуйста как меня слышь пожалуйста как меня слышно как видно по десятибалльной шкале только цифрами 1 раз слышно два видно хорошо и так меня слышно а я сейчас попробую может быть подключиться к микрофону и будет тогда лучше слышно сейчас мы попробуем так как сейчас меня слышно как меня видно давайте капсана как вид опти цифрами а вот сейчас когда я вставил микрофон как меня сейчас слышно с микрофоном вот как лучше с микрофоном или без микрофона вот это главный вопрос сейчас я одел микрофон идут как как-то где-то мы сейчас посмотрим как меня слышно сейчас по десятибалльной шкале вот поставьте одну цифру как меня слышно по десятибалльной шкале микрофон с микрофоном лучше 100 а уже если вы в интернете звучит как-то слышно плохо да может быть есть микрофон да ну хорошо будем а давайте открою настрой потому что звук 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 раз 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 но звук показывает нормальный уровень сигнала отличный выход вход микрофон час идет bluetooth так хорошо значит идет такой надеюсь что не знаю что сделать чтобы было лучше слышно единственное что я могу перейти на труба устройство сейчас я провожу с сейчас я провожу с компьютера а перейти на на ipad как вы думаете может быть попробовать на ipad давайте попробуем на ipad секундочку листья так здесь волшебцы и сейчас это должно по и перейти на ipad 4 5 вот меня перекинуло на ipad как меня сейчас слышно и видно раз два три 4 5 картинку перетянула на ipad и все нет давайте перетянем обратно я сейчас сделаю обратно я могу сделать будем пробовать все идем двигаемся звук с перерывами надо кабельный подключить я сейчас если буду искать кабельный микрофон уйдет время ну давайте попробуем а есть у кого-то кабельный микрофон уйдет время конечно могу не чувствовать кабельный микрофон уйдет время почему ты не устал так сейчас мы посмотрим внешний микрофон 1 1 1 2 3 4 5 внешний микрофон как сейчас слышно раз-два-три-четыре-пять как сейчас слышно давайте я сейчас ставил не пешку слышно раз что-то внешний микрофон кабельный раз два три четыре пять как слышно если это кабельный микрофон слышно стало лучше или хуже раз два три четыре пять раз четыре пять кабельный микрофон как слышно сейчас мы солнце и мороз как слышно меня с кабельным микрофоном пишите пожалуйста как меня слышно так ждем ждем комментарии как слышно с капельным микрофоном раз-два-три нет это что-то раз-два-три хорошо но вы лучше но перебои остались значит это сейчас мировая связь мировая паутина с ибоями все хорошо значит нам учить до мишлей значит все двигаемся со микрофоном и так мы дошли до 11 глава и мысли до того что восьмой отрывок что цадик цадик праведник из самих и лад сайсар из из беды в ваша тараб и придет вместо него злодей значит здесь есть такой комментарий очень интересно что праведник спасется из беды вместо него придет злодей нет когда бог гневаться на мир как байзамир то идет идет такая вот сейчас например идет эпидемия да это явно что бог гневаться мир на весь мир бог почему-то гневается то есть ситуация для мира она неприятно и пугающе значит бог гневается на мир теперь в этот момент есть люди которые делятся на категории есть люди праведники которые они за бога которые выполняют заповеди которые делают то что бог назвал добром они делают то что бог назвал злом они не делают и вот эти люди называются праведники праведник борется с собой с collecting надленностями со своим желанием делать зло и значит называется такой праведник теперь когда идет общая на всех идет раздача то праведник он из нее спасется нам так пообещал царь соломон а в нее попадет злодеи лучше всего мы видим это в случае с аманом который хотел уничтожить пор дыхать и веселье стирот в момент когда он уже казалось был близок к реализации своего злодейского плана в этот сме и когда бог все поменял местами в этот момент а веселье на том деле который для в тот день когда должны были уничтожать праведника в этот момент все повернулось наоборот мы видим что это сама работает и сейчас самое время а ведь там лучшее время сесть и задуматься ты никуда бежать у тебя не как нет таких таких вот то что раньше люди нету выполнять заповеди и течение торы давно заповедь и дальше прямо из остановки есть молитва издавить который можно выполнять и коротко и газа и давайте мы сейчас попросим влада косово я разместить наверное такая книга заповеди чтобы можно было для себя выбрать что конкретно делай ям целый там есть такие заповеди которые можно делать прямо без остановки верить что есть бог это заповедь поверить что он один повелевающая заповедь любить его или заповедь бояться его повелевающая заповедь кто говорил да я не боюсь что такое бог бог мы сейчас ведь как все вдруг стали очень зливыми то есть действительно страшно и это как раз заповедь бояться бога и сейчас я очень легко выполнять бояться бога теперь дальше а пятая заповедь если мы идем по заповедям которые можно выполнять чтобы быть праведником это лавахат бедрахам идти по его путям то есть идти по его путям вот это для меня был всегда вопрос написано как он добрый так и ты будь добрым как он милосердный так и ты будь милосердным но в данный момент мы видим что бог гневается так что тоже гневаться вот тут очень интересный момент нам говорят иди по тем путям бога по которым ты хочешь чтобы бог действовал с тобой то есть тот кто гневается на других он вызывает на себя тот кто с суть других он вызывает на себя очень важно быть в этот момент идти по тем путям бога который мы хотим проводить к себе то есть милосердие добра хэсет непрощение и т.к. вот краткая книга заповеди вы можете ее качать для себя посмотреть и начать выполнять заповеди дальше но так как уже гнев на мир идет то то в ту ловушку ту беду ду и ссет заповедник в нее попадет злодей дальше 5 трек бп ханев и яшки реву рот хнеф это значит льстивый рот яшки реву он уничтожает яшки это уничтожает делает плохо ближнему своему и по познанию цадиков они спасут спасут значит разум праведников он спасет значит есть есть все что человеком происходит вообще все что человеком происходит это следствие того что он думает и того что он говорит то есть у каждого из нас есть постоянный внутренний диалог человек разговаривает с собой и он описывает тебя события что произошло предположения все люди без остановки внутри с собой разваривают даже когда они молчат и когда находятся одни в помещении каждый человек разговаривает сам с собой люди коммуницирует Missy люди коммуницирует друг с другом люди коммуницируют друг с другом благодаря коммуникациям тоже у них выстраивается и жизнь то есть две коммуникации внутренняя и внешняя теперь какая из них важнееhou Важнее, безусловно, внутренняя коммуникация, когда человек сам с собой разваривает и он принимает решения. Вся наша жизнь это принятие цепочек решений, который принимает только на нем стопроцентная ответственность за все, что он принимает решения. Внутренний диалог, это его описание ситуации, это его решение. Дальше человек высказывает что-то во внешний мир, и вот здесь есть разница. Значит, есть люди, которые, они, видя, что вокруг кто-то, кто-то ведет себя неправильно, они молчат, они молчат, они льстят, они говорят, ладно, все отлично, веди себя дальше неправильно. В этот момент, если они ведут себя, вот то, что называется, лицемелье и хайфа, лесть, это на самом деле губит ближнего. Если бы ты указал ему ближнему на его ошибку, если бы ты указал, что вот ты знаешь, что ты там ведешь себя немного неправильно, то тогда, возможно, если бы ему все льстят, говорят, ты все делаешь правильно, то это его губит. Если человек цадик, и он праведник, и он идет по пути Бога, то он своим познанием, как правильно надействовать, он может вытащить ближних и спасти их. Понятно, да? Дальше царь Самон, он развивает эту мысль в 10-м отрывке, и он говорит, быту в цадитим, таалот стерия. Когда хорошо цадикам, это ликует город, весь город ликует. Убровод решаем, а когда, а вот это, когда теряются, исчезают злодеи, торжествуют, тоже радуются. То есть, получается, радость есть двойная. Радость есть, когда царите, когда люди, делающие добро, они преуспевают. Есть радость, когда злодеи исчезают. И, как бы то ни было, мир так устроен, что постоянно что-то в мире меняется. Что-то в мире меняется, что весь город, весь город, он зависит от вот этих вот 2% праведников и 2% злодеев. И обычные люди, 95% они ведомые, они идут туда, куда их ведет толпа. Теперь есть вопрос, кто сейчас находится у власти, кто сейчас является активным. Или активными являются праведные, которые ведут мир, город, людей в сторону Бога, или активными являются злодеи, которые ведут против Бога. Мы видим сейчас очень интересную вещь. Из-за того, что в каких-то странах, например, в том же Китае, бах, зажали, сказали людям, все, стоп, не выходить и так далее, эпидемия, она исчезает. Теперь, но если мы возьмем какие-то страны, она увеличивается. В каких-то странах более-менее все хорошо, в каких-то странах все хуже. То есть, вот эта вот ситуация, она, когда на мир идет некая такая волна, это раздача, то есть, это неприятная волна, которая называется эпидемия. Конкретно, когда есть филатадек, есть молитва, и ты просишь у Бога, чтобы было все хорошо. И там есть слова, спаси меня тоже от эпидемии. И это как-то странно, да, в современном мире звучит. Спаси меня от эпидемии. Какая эпидемия? Какая эпидемия вообще? Мы с ним, что эта молитва, это эпидемия. Так вот, очень важно, кто вот эти вот 2%. Если праведникам хорошо, весь город ликует, и мы видим, кого уважают, потому, кого ты уважаешь, кто для тебя авторитет, мы видим, кто ты. Теперь, если в городе были уважаемые люди праведные, отлично. Но кто в последнее время был уважаемые люди в городах? Вот скажите, пожалуйста. Кто был тем, кто прославлялся? И новости последних там месяцев, да? Кого прославляли СМИ? Кого прославляли СМИ? То есть мы, у меня сразу всплывает Евровидение, да? То есть я просматриваю новости. В последнее время очень много было новостей, что от России, как называется эта группа, которая от России? Как? Little Big, моя даже дочка знает. Это же это сумасшествие, это реально сумасшествие. То есть когда в странах, когда в мире начнут прославлять тех людей, которых прославляли последние месяцы и годы, да? То есть являются авторитетами те люди, которые просто являются аморальными, абсолютно аморальными, абсолютно пустыми, абсолютно праведниками, назовем это так, неправедниками. Понятное дело, что в этот момент мир рушится. А зачем ему жить? Для того, чтобы прославлять, до этого было Евровидение какого-то непонятного полумужчина-полуженщина, больного с Пидом, который выходил, и его делали идолом для всех. Смотрите, как красивый человек, он победитель Евровидения, вот молодежь, ориентируйтесь на него. Кто это? Мужчина-женщина? Непонятно. Это мужчина, одетый как женщина, с бородой. Вдумайтесь, во что мир превратился. И в этот момент, когда мир превратился вот в эту вот пустую иллюзию, которая бежала, бежала, конкретно бежала за пустотой, эта пустота, опа, она разрушилась. Все, нет футбола, нет Евровидения, нет всей этой вот пустой мишуры. И теперь, если люди задумаются и поймут, что есть действительно правильные вещи, есть Бог, хозяин мира, есть духовное развитие, есть здоровье, и люди станут жить правилам по божественным правилам, как Бог сказал жить, естественно, что вся эта ситуация, она тут же исчезнет. Но посмотрим, посмотрим, куда двигаться. Пока здесь 10-й отрывок, когда хорошо правит, ликуют весь город, когда теряются злодинства. И последняя, последняя, сегодня мы отрывок 11-й главы, пока сегодня мы чуть позже начали, 11-й отрывок 11-й главы, он такой, Баберкат Ешарим Тарум Карет, Убепири Шаим Тарес. Значит, благословением прямых поднимается город, и устами устами злодеев он разрушается. И теперь, то есть, в первом случае, нам царь Соломон сообщил в предыдущем о том, что мы можем посмотреть, вот как царь живется в этом городе, как праведникам живется. Мы смотрим, город понимается или опускается. Второе, мы понимаем, чем по факту может город подняться, благословением праведных людей. То есть, когда я благословляю друга, когда люди, именно праведник, вот эти Ешарим, это даже больше, чем праведник. Праведник, это те, которые борются со своим дурным началом, а прямые, это те, у которого, это живое начало, доброе начало, но настолько доброе, что они в принципе прямые, мне нечего бороться. И вот, если они начинают благословлять, и если город, люди слушают их, тогда поднимается город. Если люди слушают злодеев, то город разрушается. И вот сейчас тоже очень интересно, я наблюдаю, как по-разному люди освещают и пишут о том, что происходит. И даже в третьей статистику, то видно, что статистика обложена с разных сторон. Есть страны, в которых уже выздоровевших больше, чем заболевших. Уже есть несколько таких стран, тот же Китай и так далее. Весь этот мир, он иллюзия, и эта иллюзия, то, как человек видит, то, как он думает о мире, и то, как он говорит о мире, и то, как он общается с другими людьми. И когда люди поймут, что главное это добро, главное это Бог, главное это жить по тем правилам, которые Бог установил, то естественно, что корона вместо коронавируса, вместо коронавируса, в таком вот вирусе есть корона. А корона вернется к Богу. Бог хозяин мира, он царь мира, он хозяин мира. И когда забывают, кто царь мира, приходит маленький вирус, вы думаетесь-то, опомнитесь, потому что, ну как так, вы забыли, что есть у мира хозяин, есть Бог, и он хозяин. Это очень видно, например, в отношениях, в отношениях, например, вот, если мы возьмем отношения в семье, отношения в семье, это очень интересно. Когда в семье рушится, рушится уважение, например, к отцу, да, и просто ему говорят, ты кто здесь, что происходит в семьях, когда женщина рушит отношения и уважение к мужу, то этот муж, он уходит, и семья нарушится. Теперь то же самое в мире произошло, когда мир забыл про Бога, про хозяина мира, и начал жить, как будто бы люди хозяева, как будто весь мир наш. Мы вообще, кто такой Бог? В книге самые популярные истории человечества, люди выдумали Бога, люди не выдумали Бога, Бог выдумал людей. Бог создал людей, создал биороботов, дал им возможность, право выбирать мозг, мышление, все дал Бог. А че говорит Богу? Я не знаю, кто ты. Бог говорит, ладно, сейчас вот здесь коронавирус, вирус коронавирус. Мы посмотрим, кто сильнее, ты или вирус. И люди, как мыши, попрятались от этого вируса и не знают, что с ним делать. Поэтому еще раз повторю, если для тебя коронавирус, вирус короне, или Бог для тебя короне. Поэтому это очень важно понять, кто хозяин мира, выйти опять на прямой путь, стать садиками и с Большей помощью все будут здоровы. Все садики будут здоровы, все праведники будут здоровы и счастливы. Всем удачи, успехов и большой праведности. Всем пока. Пока.